Пандемия внесла коррективы в наши маршруты путешествий. Возникла идея объехать вокруг Ладожского озера. Преодолев 98 километров, прибываем в Шелестельбург. Рядом с пристанью много парковочных мест. Садимся на паром. Проверка температуры, маски и перчатки в силе. Накрапывает дождь. Крепость Орешек основана новгородским князем Юрием Даниловичем в 1323 году на Ореховом острове в истоке Невы из Ладожского озера. Взятие крепости Орешек послужило началом победы в Северной войне. По приказу Петра I в памяти об этом важном событии была выбита медаль с надписью «Был у неприятеля 90 лет». В смысле у шведов. По форме крепость Орешек построена в виде вытянутого многоугольника с семью башнями. Головиной, Государевой, Королевской, Флажной, Головкиной, Меньшиковой и Безымянной. Все башни, кроме Государевой, круглые. Высотой 14-16 метров и толщиной в 4,5 метра. В 16-20 веках Шельсельбург потерял свое стратегическое значение и превратился в тюрьму для особо опасных преступников. Каковыми считали самых разных людей. Здесь побывали в заключении такие известные личности, как первая жена Петра Великого Евдокии Лопухина и император Иоанн VI, Иоанн Антонович, казненный здесь 23 года. А также декабристы, народовольцы, эсеры и поляки, боровшиеся за освобождение Польши. В стенах цитадели был казнен брат Ленина Александр Ульянов. Во время Великой Отечественной в течение 500 дней гарнизон оборонял крепость от немецких войск, которым так не удалось переправиться на правый берег Невы и замкнуть кольцо в локады. В целом история у крепости мрачная и жуткая. Впрочем, как у большинства средневековых крепостей. Погода начала налаживаться. Выглянулось солнце и все преобразилось. На берегу стоят кафе-палатки, рядом мангалы, шашлык, рыбка. Очень ароматно. После крепости быстрый осмотр экспозиции корабельных орудий и мин. На детальный осмотр города времени уже нет. Надо двигаться дальше. Едем в Ладейное поле. А это почти в 360 километрах. Почти 4 часа езды. На трассе Кула идет реконструкция. Попадаем в изрядную пробку. По дороге заезжаем на рыбный рынок в Юшково. Много вкусной копченой рыбы. Цены не отличаются гуманностью. Въезжаем в Ладейное поле. Город основан в 1702 году. Отель дешевый, зато в центре, с балконом. И очень странным партии. Хорошая завязка для триллера. Но все закончилось хорошо. Напротив нашего номера квартируется компартия. Идем в парк Свирской Победы. Очень живописно. На берегу, на закате просто благорастворение наступает. Утром небольшая прогулка и мысль, что городок-то и ничего. Даже театральный центр имеется. Выезжаем по маршруту Аланец-Петкеранта-Сартовала. Около 250 километров. Об этом в следующей серии. Продолжение следует...